так всем приветик все заходим 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 я пока открою кое-что так всем привет заходимся заходим 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 пока бы еще ждем людей заходим все заходим так так всем привет 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 всем привет так мы ждем так ирина мне не приходит ваша заявка поэтому мне надо искать вас из всех ирина пишите что-то пожалуйста в прямой эфир чтоб я могла найти хотя бы вас я тут так вот выйти в прямой так так как нас видно хорошо всем привет всем привет так у нас все получилось отлично все идет надеюсь ничего не глючит я хотела бы вам представить ирину это нумеролог с ней я познакомилась совершенно случайно и вот прежде чем познакомить вас с ней я сама лично прошла у нее консультацию мы три с половиной часа общались я даже stories выставляла что три с половиной часа я просто выпала из жизни и общалась о своем цифровом портрете или как это назвать да о своем психологическом портрете и о том что тебе дано от рождения мы с тобой об этом говорили так сейчас я у себя звук сделаю так все 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 я надеюсь что мне то что хорошо вот отлично в общем всем привет еще раз меня зовут ирина я профессионально занимаюсь нумерологией и составляю для вас вот такую вот карту немножко ближе ее покажу чтобы было видно это формат а4 здесь прорисована практически вся жизнь человек очень интересно много полезной информации вы можете получить из этой карты и из в консультации со мной естественно сами вы ее прочитать не сможете да вот вот да на самом деле все девчонки я ее высылаю в электронном виде ватсап в почту куда угодно все это очень удобно скажи помнишь когда я тебе ее выслала ты ее посмотрела насколько ты поняла сама там что там что-нибудь самой понятно было или нет ну когда я ее увидела мне хотелось разобраться самой что же там такое вижу чё-то по месяцам то наверх то низ я подумал если наверх это хорошо ладно ладно поэтому вот так вот ну все но после консультации все стало понятно и даже где-то все подгрузилась объемно то что ты чувствовала наверняка да в себе какие-то там особенности способности таланты они как бы подтвердились у тебя и это самое главное девчонки вот сейчас такой непростой период идет абсолютно у всех во всей стране во всем мире и очень многие хотят обратиться к специалисту я даже не только про себя а вообще вот когда вы будете обращаться к кому-то очень главное чтобы вам этот человек нравится чтобы вы синхронизировали с ним и чтобы самое главное ту информацию которую он вам говорит чтобы она у вас откликалась внутри вот на хате на уровне сердца потому что если человек рассказывает рассказывает рассказывают а вы такие так что это вообще про меня нет вот тут уже нужно задуматься когда вам ставят категоричные диагнозы да там то-то 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 особенно негативные диагнозы девочки вы должны все понимать что из вас оттягивают энергию и некоторые специалисты этой деструктивной энергии начинают питаться но мы не будем сегодня о грустном просто я как бы сейчас рассказала как очень часто бывает есть ко мне девчонки попадают иногда в очень расстроенных чувствах собрать после кого-то человека еще сложнее и специалистов сейчас очень много есть безусловно очень классные магии которые людям помогают но будьте очень осторожны смотрите в чем преимущества карты я сейчас секундочку скажу что вот вы все тоже видели мои ну кто за мной следит что мне было очень такое плохое состояние и души и не понимала что и как делать и после именно разговора с ириной я поняла что и как я должна делать поэтому я начала вам там про медитации рассказывать какие-то свои советы давать то есть у меня появилось какое-то воодушевление потому что я поняла что зачем и почему я существую вот да то есть конечно безусловно ты абсолютно права то есть каждый человек сюда шел зачем-то то есть у нас у каждого есть определенные настройки от рождения так это мой младший сын извините тут домашний эфир поэтому сейчас я его мы договорились ты мне дашь эфир провести с девчонками ладно но все беги к папе тебя как живут милена меня зовут милена меня зовут милена ее зовут да да хорошенько давай иди иди макс ну все беги все все всех поцеловал работа работать дома не просто так конечно я предпочла эфир в офисе провести но ладно уж как получается я думаю что эфир все равно будет интересный карты я ваши все равно обязательно буду составлять сегодня поэтому ждите сейчас просто общая информация хотела сказать о чем о том что у человека у каждого есть от рождения определенные настройки и вот если любого человека взять за 10 процентов у нас есть очень мощный ресурс у каждого но есть определенные еще деструктивные программы которые могут быть получены предположим от родителей от социума от каких-то других людей в процессе жизни и мы вот эти все до внешнего мира и мы вот эти все свои таланты способности в течение жизни не раскрываем да то есть мы пользуемся 3-5 процентов от того что нам дано вот здесь об остальных способностях мы где-то может быть внутри себя даже и догадываемся но мы ими не пользуемся в жизни то есть достаточно там ну да также то же самое по поводу так сейчас я пытаюсь все открыть твою карту хочу быстренько восстановить я я уж сама знаю вот меня вот что удивило точнее я поняла почему у меня такие перепады мне просто вот ира мне сказала что у меня две единицы и две двойки это мужская женская энергия и они у меня все равно вот так вот и многие люди меня не понимают почему я тут вот такая была а тут я резко такая а то сделала на выбор а потом другой да да девчонки вот то есть амилена которого подписаны вы за ней следите и вы иногда удивляетесь то что у нее вот такие вот энергетические скачки то она девочка девочка прямо то она может включать внутреннего мужика и там что-то да там гардер и это там и так далее да то есть такие матрицы тоже бывают и мы все на самом деле мы все с вами уникальны просто если мы свои настройки понимаю то нам с вами очень просто жить во внешнем мире это главное а самое главное жить в ладу с собой то есть человек в первую очередь должен жить в ладу с собой слушай помнишь мы с тобой говорили про предложение то есть у меня тоже началось уже сейчас предлагают коды с фейсбука и так далее идут а да 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 но это ладно не 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 буду в общем я просто поняла это уже ладно ну девчонки смотрите быстро давай еще сейчас скажи пожалуйста дату рождения свою сейчас просто заново карту твою сделаю 11 02 2000 так два двухтысячные вообще волшебные люди вот и девчонки вот вы дальше самое главное продолжайте следить за миленой потому что у нее в карте стоит как бы звездность и она ее будет прокачивать и давать вам такие классные инструменты она будет заниматься телом через свое тело она будет транслировать и помогать вам то есть по питанию по правильному по спорту она будет сейчас прокачивать тему медитации медитация что это трансляция наших мыслей в будущее проектировка будущее через какие-то определенные мыслеформы у него тоже эти настройки есть поэтому вам повезло у нее сейчас будет огромная трансформация и все это будет в положительную сторону для нее то есть она поняла зачем она пришла сюда да это очень важно когда человек самореализован не только в личных отношениях а сначала сам для себя и вот когда человек сам для себя в балансе к нему начинают подтягиваться очень классные люди поэтому конечно конечно соответственно таких же ты к себе и будешь притягивать людей которые высоко вибрационно частотные да то есть которые не готовы на разрушение которые там не готовы на еще там какую-то ерунду то есть поэтому все эти классные девчонки следите за миленой дальше у нее огромные планы да планы реально огромные после вот этой карты я как-то кстати и углубилась вот в медитации вот в это все то что вы мне сейчас видите там моих историях это все благодаря ирине потому что я поняла что действительно мне интересно просто я каких-то таких мыслях была и не понимала да ну в общем смотрите давайте я коротко расскажу о карте и мы с вами уже начнем непосредственно поставлять ваши карты здесь вы будете писать все имя дату рождения возраст и кратко сформированный запрос я буду вот смотрите здесь у меня клавиатура меня конечно видно не полностью но вот у меня тут клавиатура вот здесь у меня компьютер и у меня вот это все открывается в программе то есть это распечатанный вариант просто чтобы показать наглядно вам как это выглядит то здесь я ввожу число месяц год имя и у меня вырисовывается карта карта жизни она вся с циклами с определенными с числовым портретом то есть что вам но от рождения и что какие самое главное нам нужно с вами понимать какие с вами качества мы еще в жизни можем активировать раскрыть это дополнительно скрытый ресурс это очень важно если здесь есть мамочки молодые мамочки да вам нужно смотреть детей обязательно потому что ребенок он вас выбрал не вы его выбрали а он выбрал такого родителя чтобы пройти определенный опыт своей жизни да и этот опыт он-то знал кого он выбирал то есть для вас прочитанная книга для него а он для вас пока является тайной куда в какую секцию отвести не знаю там на танцы в плавании куда английский либо это музыка что то есть посмотрите большинство из людей живут методом тыка вот вы представляете вы домой принесли какую-нибудь я не знаю технику новую не знаю какой очень сложный механизм компьютер самый новый совершенный что делать открываете инструкцию это просто можно ее изучить это инструкция либо вы приглашаете специалиста и говорите слушай ничего не понимаю просто настрой мне это тоже будет нормально но большинство делают как начинают методом тыка просто пробовать работает не работает отведу в танцы может пойдет а может рисует хорошо там буду платить деньги там за кружок рисования да себя тоже пойду попробую там пироги печь но что-то не знаю пойду там попробую шить пойду попробую вязать пойду попробую что не в мир говорить поэтому чтобы понапрасну не тратить свое время вложение в бизнес свои ресурсы нужно обязательно нужно составлять свою нумерологическую карту и не только да там у меня вообще в принципе у специалистов то есть смотрите люди особенно к двухтысячным годам стали готовы чтобы слышать адекватно информацию о себе то есть раньше в мире она давалась только избранным не знаю там у каких-то королей там высших там особ были свои всегда советники там звездочет да и так далее то есть им только выстраивалась проекция будущее сейчас может каждый пойти просто вот свою инструкцию получить я как специалист я просто умею из цифрового на обычный русский язык перевести вам все доступно все просто то есть елена не даст мне собрать я говорю очень простым языком то есть без каких-то там знаете очень часто еще девчонки приходят говорят слушайте мне столько всего сказали по планетам по цифрам я ничего не поняла то есть она ничего не запомнила и потом все и это как бы тоже пользы особо мало было когда у вас остается карта самое главное всю цикличность своей жизни по годам вы будете видеть да потому что вы можете прийти ко мне в профиль у меня карт очень много выложено в профиле то есть там можно ее более внимательно рассмотреть даже как она выглядит и в stories я тоже выложу еще более подробно что вы можете получить на самой консультации если еще допустим вот несколько слов про билену сказать а потому что у меня ее карта открыта дома кто не знал да может быть кто-то уже заходил ко мне в профиль после того как в story с милена выкладывала я сама являюсь мамой троих детей замужем поэтому вот это был мой младший сын и пока все дома на домашнем домашнем обучении все дети вот у нас как-то вот так вот ну ничего это нам не мешает ладно буквально еще пару слов про милену хотела сказать то есть если кого-то волнует я не знаю раскрываешь то есть возвращение на проект или не раскрываешь возможно но или нет но реально то есть предложение тебе будет вероятнее всего будет уже я не знаю это мы оставим за милена отклонит она или принято это предложение потому что вот вам даже вот сейчас скажу то что у вас там 22 года вы встретите возможно своего мужа и выйти за там замуж это не обязательно вы можете от этого отказаться вы строители своей судьбы у вас есть определенные задачи которые вам дала судьба но вы можете ее менять поэтому например если мне поступит предложение я могу также согласиться как и отказаться и от этого меняются события правда это будет определенный перекресток если ты можешь пойти той дорогой и будешь той но очень-очень вероятность это все к августу ближе к августу потому что у тебя там очень бурная бурная деятельность начинается вот как раз где-то с августа вот эти четыре месяца которые ты видишь да ну мы с тобой это уже все обсуждали все максимушка ну давай все максим иди давай с папой одевайтесь так давай в общем давайте сейчас мы возьмем с вами первую дату отсюда да 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 хочу узнать финансы дети судьбу смотрите нужно писать имя посмотрите сразу же очень важно чтобы посмотреть беременность обязательно нужно писать возраст чтобы мне в прямом эфире я конечно тут подготовила калькулятор но будет быстрее если вы будете писать имя возраст обязательно текущий кратко сформированный запрос допустим брак беременность там переезд деньги ну вот какие-то такие общие сферы давайте не будем очень глубоко копать в судьбу в карму все это понятно что можно посмотреть но это лучше делать на индивидуальных консультация вот все что вот по простому ну говори вот у меня тут первыми мне просто очень хочется чтобы была первая девушка там вот страницу ведет у нее вот давай давай она про сына у нее сын и так ну вот человек уже вот как бы может стать медиум и что у него четыре года здоровье ребенка здоровье у него очень хрупкое его здоровье нужно беречь потому что мальчик очень чувствительный мальчик очень с такими склонностями он практически медиум он очень видит глубоко он очень ранимый а у него очень большая доля ответственности к матери будет скорее всего они как бы у нее кармический долг перед ним тут глубоко говорить не буду телом нужно заниматься тело нужно беречь от нее от самой в его судьбе очень-очень много зависит потому что здесь стоят такие знаки что посмотрите то что есть от рождения мы с вами можем трансформировать это очень-очень важно понимать короче здоровьем действительно нужно заниматься и нужно заниматься руками то есть у него руки закрыты и если до 14 лет вы будете заниматься ручным творчеством все будет намного лучше самый сложный период у него в этом году где нужно быть особо внимательными это июль первая неделя июня и сентябрь и октябрь вот это то время когда где вам нужно прямо даже сентябрь и октябрь это уже практически будет какая-то ситуация а вам еще нужно в середине августа уже быть предельно внимательными но все самое интересное в его жизни до 25 лет вот этот вот ну отрезок если взять то у него будет с 8 до 18 лет там полностью раскрываться вот просто я знаю ее сына иван он к сожалению я просто не знаю как это сказать но у него с здоровьем проблема и у него ручки не работают вот как раз таки вот закрыты очень слабая физика но вы знаете что дети особенно которые имеют диагнозы но вот у него прямо и узел стоит с матерью кармический то есть это ее отработка это ее отработка на всю жизнь это выбор их то есть эти души выбрали друг друга вот тело физического ну как такового у него там вообще если у тебя там два знака стоит да помнишь мы с тобой говорили про сильную физику которую которую который ты еще как бы можешь работать ну что значит там быть в проектах моделью работать там не знаю спорт и так далее вот это вот у тебя все очень сильно стоит а у него вообще там полный ноль то есть это говорит о том что ты был слабый ресурс но зато мальчик практически занимайтесь интеллектом да мальчик практически медиум то есть он может предсказывать события все люди которые ну да да то есть естественно большинство большинстве большинство детишек ну и вообще людей да со сложными диагнозами которые идут с психологическим даже отклонением ну то есть как следствие они внутри практически все медиумы почему их называют светлыми да то есть это люди то есть к ним не приклеиваются стандартные человеческие программы вот которые могут приклеиться к вам ко всем допустим к нам с тобой да там воспитанием там искажением к родителям там не знаю школьная как эта программа может быть неадекватно нет ну неадекватное поведение людей вокруг это все на нас влияет так или иначе на кого-то больше на кого-то меньше так вот на людей с подобными диагнозами на них это не влияет у них есть свет внутри поэтому занимайтесь том числе интеллектуальным развитием этот мальчик может предвидеть события но это нам в этом говорит вообще даже помощь только я еще даже карту не составила я сказала что он медийный то есть у него есть он медиум он может он чувствует других людей в том числе тоже на расстоянии но кармический узел с матерью мальчик действительно особенный ну вот как то да то есть это крест матери который нужно 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 его естественно нести так давай 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 сейчас я просто смотрите девочки если вы будете писать так 9 8 92 по татьяна мы не будем с вами разговаривать потому что нужно четко имя дату рождения возраст и кратко сформированный запрос кратко мы можем мы просто хотим как можно больше людям ответить поэтому вот то что вам важно вот самое важное брак дети квартира и так далее один какой то вот запрос да 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 потому что вот давай зовут милена зовут милена 16 5 97 так 16 5 тысяча девяносто семь так девчонки сразу же еще говорю если мы сегодня понятно что сейчас в эфире висит достаточно много людей вы не переживайте кому эта тема интересна после эфира с миленой я пойду в эфир еще выйду у себя и посмотрю что у вас у тебя да да так что мы сегодня посмотрим достаточно много людей поэтому не переживайте 16 секундочку я сейчас скажу ира очень часто проводит такие вот прямые эфиры у себя на аккаунте где она бесплатно также отвечает на ваши вопросы да 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 то есть есть платные бесплатные консультации безвозмездные это только в прямом эфире оплатные можно договориться в директ так вот так 16 5 97 22 года когда я встречу своего мужа смотри встретишь ты своего мужа ну то есть брак у тебя стоит по судьбе то есть это как бы как неизбежность сразу же оговорюсь то есть есть люди у которых брака по судьбе не стоит это говорит о том что им нужно собственными какими-то действиями да собственными путями то есть обращать на это внимание у тебя милена все это как бы раскрыто все тут будет нормально но вероятность этого только в районе 35 36 лет потому что потому что с 36 до 38 родится ребенок много мужской энергии женской мало очень большая умная голова интеллект высокий руки шикарные все раскрыто самый как бы месяц в году сложный опасный это октябрь там будет население риджаком ребят если что это не про меня про другую милену да 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 девчонки это так потому что так Анна подождите так Людмила когда будут дети можно просто писать беременность и ты бы еще если бы написала свой возраст было бы еще лучше. Так, 28-10 тысяча девятьсот восемьдесят пять. Так, 28-10-85. Да, будут дети с 30. Так, сука, телевизор, дожди. Вот чтобы я просто на это время не тратила, вы пишите сразу же свой возраст. Я сейчас повторю, пишите дату рождения, возраст, имя и запрос ваш. Один запрос. Да, вот смотри, Людмила, 28-10-85. Беременность у тебя должна была быть с 30 до 34. Вот, послушайте там вся внимательно. И следующий удачный период это будет 21 год. Беременность, девочки, для всех очень важно, кто планирует. У нас есть определенные периоды. Они работают как цикличность. То есть, как наш цикл, только в более глобальном жизни. Вот у нас есть с вами семилетие. То есть, от нижней точки до нижней точки семь лет. И вот в этом семилетии у нас есть года, которые подъемные. Там беременность, да. И есть года нисходящие. Там беременность категорически я вам не рекомендую. Самое главное, что бы я хочу посоветовала Людмиле, не брать и не давать в долг. Потому что ошибка стоит через деньги, поэтому проверка в жизни будет через деньги. Нельзя брать и давать в долг. И самые три опасные месяца это октябрь, ноябрь, декабрь. Так, давай я теперь выберу. Давай, давай. Ты можешь просто у тебя, я, как бы, как сказать, у меня комментарии не все видны. Ты можешь как бы их пролистать у себя, наверное. Давай, выбирай. Говори, да. Да, сейчас я выберу. Кто полно просто написал запрос, вот как мы с тобой говорили, да, там и выбирай, и говори мне. Так, вопрос. Может, у тебя какие-то знакомые есть, я не знаю, девчонки там в эфире. Не, я сейчас просто какую-то девочку нашла. Олеся зовут Олеся. Так. 30 лет. Угу. Так, 12-е, 08-е. Так. 89-й год. 12-е, 8-е, 1989-й. Так, 12-8-е. Вопрос у неё реализация. Реализация. Смотри, у тебя очень много стоит возможностей, где ты можешь реализовать себя. Что такое реализация? Это вот просто для всех, да. Это то, где ты можешь чувствовать себя кайфово и получать ещё за это деньги, да. Вот это называется идеальная реализация. Как многие известные коучи говорят, найди то, что тебе нравится, и тебе ни дня не придётся работать. Да. Лучше заниматься тем, что от чего ты получаешь удовольствие и ещё деньги. Поэтому идеальная реализация. Управлять людьми, говорить, творить. Но всё-таки твой бизнес, который будет приносить тебе деньги, он должен быть интеллектуальным. То есть он должен быть построен на твоём интеллекте. Потому что интеллект очень большой, очень большая доля сомнений, постоянно критический ум. Места, которые нужно исключить. Это госслужба, это всё, что связано с наймом, и это всё, что связано с чёткими правилами. Поэтому вот больше тебе подойдёт какой-то собственный бизнес, либо фриланс. Но там, где нет чётких правил, где не надо прийти в восемь, уйти в пять, что-то вот такое, есть такие люди, которым проще реализовать себя в каких-то чётких правилах. Это категорически не ты. Поэтому тебе нужно открывать какой-то собственный бизнес. Самое главное – поймать подъёмный год. И следующий подъёмный год у тебя будет 20-й, а потом только 22-й. Всё, что связано с физическим телом, у тебя всё закрыто. То есть тебе, допустим, как я Милене говорила, что нужно реализовать себя через физическое тело, быть в спорте, в телевизоре, в Инстаграме, то есть показывать себя, мотивировать других людей на это же. Вот у тебя как раз там всё закрыто. Поэтому всё, что связано с питанием, со спортом, всё нет. Телом заниматься обязательно, потому что оно очень-очень хрупкое. Самый сложный период – это был конец апреля. Ну, как вот эта неделя идёт. Одна из самых сложных в году. Но ещё будет сложнее период – это конец октября. Дети родятся с 36 до 38 лет. Всё, давай ещё. У тебя проще получается с комментариями? Давай поднимай. У меня просто тут… Вот я вижу, у тебя маленькие там, наверное, да? Да-да-да, и мне неудобно смотреть, поэтому я… Когда я зайду к себе в эфир, девчонки, после того, как мы с Миленой здесь сейчас пообщаемся, я пойду к себе в эфир, ну, зайду на своей странице и ещё буду продолжать вас смотреть. Так вот, давайте, вот, Жанна. Угу. Тридцать три года. Угу. Шестнадцать… Давай говори дату. Ноль седьмое. Шестнадцать семь. Угу. Восемьдесят шестой год. Ага, запрос? Ал? Запрос? Что пишет Жанна? Замуж. Замуж. Брак у неё стоит, и, вероятнее всего, этот брак будет с тридцати шести до тридцати восьми лет. С тридцати пяти даже, но, вероятнее всего, тридцать шесть. Вот, потому что сейчас Жанна отдаёт кармический долг, очень много работает, очень увлечена карьерой, потому что трудогрессор… …словный визуал. Вот. Но брак стоит. Ага. Но пока просто не до него. Почему? Потому что пока… …деньги зарабатывает, Жанна. Вот. Смотрите, очень мало женской энергии, мужская энергия раскрыта очень сильно, поэтому отсюда же такое достигаторство, работоспособность, карьеризм где-то. Да, поэтому всё это будет, но… …будет… …миссингвилизация заработала. …заработала. …миссингвилизация, миссингвилизация. Вот. быть начеку и последняя неделя октября так так хорошо так кристина 31 01 2000 год брак давай два два брака два брака два брака да считаю когда так 34 года тридцать четыре двадцать четыре года кристина у тебя брак будет два брака ой девчонки смешно смотрите вариантов как вот как говорят да 60 процентов то что тебе по судьбе но почему два потому что очень-очень мало женской энергии реально так мало что первый брак скорее всего будет комом знаешь как говорят первый блин комом почему потому что там да могут возникнуть какие-то проблемы то есть первый брак будет как отработка долго а после него могут наступить гармоничные отношения с другим мужчиной возможно это обойти да возможно то есть если она сейчас усиленно займется изучением себя своего портрета свои программы своими энергетическим уровнем она может это дело все подровнять вот понимаете давайте вот смотрите вот мы с вами все любим трансформироваться и интеллектуально и внешне вот если вы представляете человек родился и ничего бы вообще с собой не делал вот я был бы как не ел бы не стриб бы ногти не стрибу полосы отрастил бы бороду вот ну вообще бы ничего не делал вот какой есть такой день да то вы согласитесь выглядел бы сейчас странно по отношению ну вот как бы к нам то есть мы бы вот такие смотрели на него и как мы на него и ухаживаем а стараемся выглядеть лучше и так далее то есть мы себя изучаем пробуем а может может быть, нам этот оттенок подойдёт, а может быть, нам вот этот цвет лучше и так далее. Поэтому если ты начнёшь изучать себя, пробовать какие-то другие свои, изучать свои настройки, в общем, вот этих двух браков можно избежать, можно будет остаться в одном. Для этого тебе нужно будет проделывать достаточно такую приличную работу. Вот, давай дальше. Так, Ангелина, 21 год, 9-е, 02-е, 99-й год. Запрос в беременность. Слушай, так сколько ей лет? 19. Ещё раз, 19. Беременность стоит с 22 до 40. Буквально каждый год. Очень большой, да, так бывает. Реально стоит многодетность и стоит очень сильная физика. То есть вот такой же, примерно, ресурс, как у тебя в физическом теле. Я, кстати, могу рожать, как кошка, ребят. Да, 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 то же самое, Ангелина. То есть очень высокий ресурс физического тела нам с вами даёт возможность иметь долго-репродуктивную способность. Есть это не у всех женщин. Как правило, у среднего количества, ну, как взять там, женщин, да, то есть это там, ну, примерно там, с полового созревания, то до 40-45 лет. Вот. А есть женщины, которые вот там могут и до пенсии, короче. Я, короче, могу ходить хоть в 48, мне сказали. Да, 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 да. Но это реально просто, это особенность организма, которую, ну, вот, как бы в карте видно, и поэтому тут беременнее, как бы, не хочу. Вообще никаких проблем у тебя с этим не будет. И вот самое главное, что тебе нужно делать, это разгружать свою голову. Очень сильный интеллект. Также можешь заниматься всё, что связано со здоровым питанием, спортом, госслужбой. Всё, что связано с физикой, это всё твоё. Но всё-таки занимайся руками, потому что очень большая загруженная голова, которая тебе просто мешает реализовать твои планы. Вот, короче, сейчас я напишу ещё. Ребят, вот кого мы рассматриваем, можете, пожалуйста, писать что-то в чате, там, услышали или что-то такое, чтобы мы понимали, что обратная связь тоже есть, просто чтобы мы там не в воздух рассказывали. Вот, поэтому... Да, да, и на самом деле, да, на самом деле, вы можете, допустим, в комментариях там у Милены под последним постом и ставить свои какие-то впечатления, да, там, допустим, может быть, она ещё кого-то из специалистов будет вам приглашать. То есть давайте обратную связь, пожалуйста, в комментариях под последним постом. Я тоже всегда об этом прошу, потому что вот даже в чате здесь мы... Мы в чате хотя бы, чтобы я понимала, что вот Ира говорит, и вы слышите. Ладно, всё, давайте что-то идем дальше. Вот, смотри, я вижу Елена. 30, 10, 79 реализация. Так, давай, 30, 10. Блин, она у меня убежала куда-то. А, слушай, я-то не могу же комментариями управлять. Вот так вот. А про 79-й год, я помню, 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 помню. Так, 1979 год. 30, 10, 79 год реализация через руки. Очень талантливый, творческий человек. Всё, что связано с руками. Это от медицины, в том числе нетрадиционной. Там массажей, глоукалывание, косметология, кулинария. Всё, что связано с красотой. Внешне и внутренне — это всё твоё. То есть человек-творец. Реализация стоит через руку, поэтому нужно что-то делать руками. Управлять никем нельзя. Тело, ну, более-менее нормальное. Интеллект очень высокий. И поэтому рука, рука бизнеса должен быть материальной. Так, давай говорим. О, вот интересный. Марина. 28-й, 04-я. 28-й, 04-я. 90-й год. Так. 30 лет. Переезд. Переезд. 20-й год, да. 20-й год, да. И следующий такой удачный период будет в 21-м году. Очень внимательно. В первые 100 дней после дня рождения. В 21-м году. И следующий удачный момент будет только в 24-м году. Самый сложный месяц в этом году это ноябрь. Вот, давай дальше. Счастливое число у тебя 28-й, 04-й, 90-й. Счастливое число 6. 6. Так. Следующий вопрос. Так. Блин, пишите, ребят, потому что у меня уже все наверх ушло, мне надо свежее. Так, Дарья. 21-й, 0-3-я. 93-й год. Так, 21-й. 91-й год, ага. Третий. А, третий, третий, ага. Да. 27 лет. А, 93-й. И вопрос личной жизни. Смотри, ну вот такой как бы пример девочки, у которой личная жизнь. Ну, я подразумеваю, когда спрашивают личная жизнь, это, ну, с мужчиной что-то, да? Да. Дату мужчины мы не видим, поэтому мы не можем как бы тебе ответить на вопрос по твоей личной жизни, но в карте не стоит брак. То есть тебе очень важно иметь социальную профессию, там, где есть мужчины, да? То есть тебе нужно самой идти навстречу к ним. Потому что это вот не тот вариант, если ты будешь сидеть и грустить около окошка, за тобой не придут. То есть тебе нужно самой выходить в мир, быть социально активной. То есть это там спорт, клубы, путешествия, то есть самой себя покатывать. И вывести в баланс свою мужскую энергию, потому что у тебя её очень много. Когда у женщины много мужской энергии, как правило, мужчины этого не очень любят. Ну, в общем, это отрегулирует. Как её зовут? Я забыла. Так. Блин, я тоже забыла. Я не написала, как её зовут. Тут ещё очень важный момент. Дарья, по-моему, да? Очень важный момент. У неё стоит переезд, переезд по судьбе, то есть будет эмиграция. И занимайся, пожалуйста, языками. Языки нужно вспоминать, они в тебе загружены, то есть тебе нужно будет просто их вспомнить. То есть изучить это будет просто. Занимайся языками, потому что в районе 28-30 лет будет эмиграция. Не сключено, что будет замужество за границу. Ого! То есть оно может там быть, да? То есть его легко как бы... Вот этого нет в карте, но раз есть эмиграция, и она как бы уже чётко выражена, то есть она может быть и по браку, может быть и по контракту. Вот, девочки, если вам сказали, что там у вас будет ребёнок только в 28, это не значит, что если вы сейчас пойдёте и сделаете ребёнка, то типа, ой, она наврала. Потому что вы можете менять свою судьбу. И брак, если у вас нет брака, вы можете сделать так, что он будет. То же самое, да. Вам надо развивать и менять что-то в себе тогда. Да, да, да. То есть это настройки, которые базовые. Мы сейчас говорим только по базовым настройкам. Самое, что интересно, и где-то даже печальное, большинство людей, процентов, наверное, 80 из всех на Земле в этих базовых настройках и остаются. То есть никак не улучшают, да, ничего не меняют. Вот если не будешь ничего менять, то и брака нет, то и как бы... Но эмиграция всё равно на кругу есть. Сразу же говорю, эмиграцию видно не у всех в карте. У кого-то это видно, у кого-то этот вопрос опять же. Очень некоторые говорят, ой, я какая эмиграция, я никуда не хочу ехать, а потом раз какое-то предложение по работе, по ещё... То есть дорожка всё равно выведет. Ты сейчас просто даже не представляешь, как. То есть позволь вселенной поработать в этом вопросе. А то, что касается... А наоборот, есть люди, которые хотят эмигрировать, хотят уехать. Вот тут очень важно вот здесь планировать так, чтобы вы могли... Чтобы удачно уехать. Да, да, да. Чтобы... Вот прям это... Языка слила, молодец. Удачно уехать, это очень важно. Потому что можно уехать так, знаете, что там будет... Очень плохо всё. Да, да, да. Так, у меня что-то вообще... Я не вижу... У меня одни сердечки, я в этом ничего не вижу. Да, у меня тоже одни сердечки. Сейчас будет... Сейчас буду писать. Так. Давайте... Каролина. Восемнадцать лет. Тринадцать, ноль шестое. 2001 год. Карьера. Так, 2001 год. Так, тринадцать, шестое. Управлять людьми. Причём в социуме это может быть госслужба, это может быть собственный бизнес, но это управление. То есть образование тебе нужно дальше продолжать в топ-менеджменте. Ну, это наёмники либо собственники бизнеса. Ты абсолютно никого не зависишь по деньгам. То есть деньги не зависят от других людей. Есть такие люди, у которых базовые настройки, это люди-партнёры. То есть им нужно с кем-то вместе работать. Тебе всё равно... Об этом говорит очень большое количество твоей мужской энергии. Вот. ну, она у тебя и проявляется даже в вопросе. Смотри, тоже брак по судьбе не стоит, поэтому тебе нужно всё равно свою мягкость, женственность развивать. Хотя женская энергия у тебя тоже присутствует, просто мужское очень много. счастливое число 11 у тебя. Ой, подожди, 4. 4 счастливое число, и очень тебе рекомендую иметь чёрное животное. Оно будет принимать на себя, короче, вот всё то, что тебе не нужно. Чёрное животное, кошка, собака, без разницы, кого любишь? Оночок. У кого? Так. Давай дальше. Дальше. Сейчас будет. Так, сейчас напишут. Чё-то чат остановился. Так, нет, не остановился. Шестое, 08. Так, шестое, восьмое. 85-й год. 1900. 1985-й зовут как? Ольга. Дальнейшее будущее. Ну, дальнейшее будущее, вопрос очень размытый, но давай просто что вижу. Женской энергии мало, мужской больше. Вообще, когда я говорю про женскую и мужскую энергию, вы это сами в тебе уже чувствуете. Девочки чувствуют. Так же, как Милена почувствовала, что она хамелеон, когда я ей сказала, сказала да. То есть мы, как правило, чувствуем, что у нас больше раскрыто. Либо то, либо то. Два брака. Интуиция. Очень хорошо раскрыта, развитая интуиция. То есть ты сама всё знаешь, всё чувствуешь, то, что я говорю. А сколько лет-то там было ей? По-моему, ей 35 где-то, потому что она не написала. А, ну всё, ладно. Сейчас я посчитаю, потому что тут важно. А, 38. Да, ну вероятнее всего, что и второй брак-то уже был. Вероятнее всего. Да. Вот, единственное, что какие ближайшие будущие, я тебе могу дать рекомендацию заниматься своей физикой. Правильное питание держи. Это не твоя профессия ни в коем случае. Нет. Просто очень слабое физическое тело, за которым нужно следить и заботиться. Самый сложный период в этом году, это будет октябрь месяц. Поэтому там будь осторожно. Сейчас идёт восходящий год после твоего дня рождения. То есть с 6-го слова у тебя начнётся год, целый год стартов, когда ты сможешь начинать любые проекты. Давай дальше. Да, так тут очень просят. Тамара. Давай. 31 год. 30-е, 0-е, 4-е. 30-е, да, скоро. Сохраню ли брак со своим мужем? Слушай, вот смотрите, чтобы посмотреть такую вещь, как совместимость или сохраню ли брак, мне нужно смотреть две карты. В эфире мы такой возможности не имеем, потому что это очень-очень долго составляет. Ну как долго? Тут просто половина людей просто уснут, и всё, им будет скучно, неинтересно. Я тебе не могу сказать, потому что я не вижу второй карты, но могу что сказать. Что брак один, просто брак один, один, это раз. Два, очень, она такая же хамелеон, но только меньше, потому что двойная энергия стоит, и женской очень-очень мало. просто смотрите, вот для всех. Любой мужчина, какой бы он ни был, с каким бы там ни был, с какой бы картой он ни был, он пришёл к вам только за одним. расширится, расширится, продолжится. То есть любой мужчина, в принципе, энергетический вампир, ему надо взять от вас энергию. И чтобы что-то давать, у самой должно быть. Вот здесь вот у самой очень-очень мало. Вот ещё причём очень большие требования к мужчинам, вообще к жизни, потому что, безусловно, визуал очень умна, очень много мужского в карте. А мы с вами зачем соединяемся в пару, чтобы он был сильный? А мы слабое звено, то есть мы как бы вливаемся, и у нас хороший союз. А тут получается как бы много конкуренции. Я не могу сказать, что тут сильная мужская энергия, просто женская, очень-очень мало. Любому мужчине нужна только женская энергия, потому что у него, у самого её мало. А женская энергия нам для чего нужна? Для того, чтобы размножаться, и частично она у нас ещё отвечает за деньги. То есть ему нужны деньги зарабатывать, для чего? Собственной энергии у него нет, то он приходит домой, он, знаете, вот как батарейка, ему подзарядиться надо, чтобы пойти, потом мамонта убивать. Вот вашему мужчине мамонта убивать как бы нечем, потому что подзаряжаться не от кого. Поэтому я не знаю, как бы сохранить или нет, это лучше приходите на индивидуальную, там всё разберём, и, возможно, ещё можно будет и как бы сохранить отношения. Да, спасти отношения реально, если это будет нужно. Давай дальше. Нужно самой девушке, нужно будет, если отношения... Смотрите, любые отношения можно спасти и сохранить. Ну, только нужно понимать, надо ли это. Да. Надежда. Так, давай. Второе, ноль шестое. Так, второе. Восемьдесят седьмой год. Шестое. Восемьдесят седьмой год. Ей тридцать два года, и вопрос «Дети, семья». Брак стоит, дети родятся с 29 до 33 лет. То есть до того момента, пока тебе исполнится 34 года, зайдёт беременность. Смотри, дети могут... То есть беременность может зайти и в 33, а родиться он может в 34. Короче, до 34 лет. В течение года в 34 родится. Ну, забеременеет. Нет, она забеременеет. Родить она может уже в 34. Да. Тоже хамелеон, мужская и женская энергия раскрыта. Ну, тут много всего, и мужской, и женской. Ну, тут вообще всё круто. Единственное, что нужно беречь, это физику. Физика очень хрупкая. И, как бы, 20-й год, вот он не очень для беременности, честно. Ну, тут может быть, но он 21-й идеальный год для беременности после дня рождения. Вот. Ну, если будет беременность в 20-м году, она тоже сохранится, и всё будет с ней нормально, потому что она в зоне страховки находится до 34 лет. После 34 лет тебе чётко нужно будет по циклам смотреть. То есть, вот смотрите, кто недавно присоединился, вот такую карту я вижу у себя на компьютере. То есть, я сюда ввожу имя, дату. Имя не всегда ввожу, оно у меня не всегда принципиально. Для глубоких процессов, да, но посмотреть там реализацию беременности имя вообще не надо. Имя зачем я прошу писать? Затем, чтобы нам нужно понимать, как к вам обращаться. Дальше я ввожу, вот, дату рождения, месяц, год. И здесь всё вижу. Ну, в общем, карта достаточно такая успешного человека. Иногда просто девчонки пишут, «Ой, вы мне сказали, про меня такие чудеса рассказали, какая я классная, но я не такая, да». Это говорит о том, что человек вынесает себя. Не раскрыл, да, весь свой потенциал. Вот, кстати, у этой девочки тоже очень много что дано по карте. Просто она супер, просто супер. Столько всяких возможностей в разных сферах жизни. Поэтому, да. Так, у нас остаётся... У нас остаётся 7 минут, поэтому, я думаю, мы успеем ещё двух где-то взять, да? Да, да. Потом, девочки, Милена, ты же сохранишь, да? Да, я сохраню этот эфир. И вы сможете на Инстаграм Ирины перейти. Да, я там ещё продолжу. Её сейчас будет мой эфир у себя. Да, 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 да. Ну, давай сейчас пока говори, пока не прервалась. Да, так. Анастасия. 31-я, 0-5-я. 31-я, 5-я. 2001-й год. Ей 18 лет, личная жизнь. Если ты уже смотришь давно, я тебе, ну, как середины, как минимум, да, я говорила, что брак по судьбе может не стоять. Но это не говорит нам, что его не будет. То есть тут всё очень зависит от тебя самой. Как ты будешь... Допустим, ты можешь жить с мужчиной, потому что в карте есть любовь, там всё это есть. То есть чувства очень хорошо раскрыты. Ты можешь быть с энергией порядок, то есть ты можешь быть привлекательным для мужчин, но он может, допустим, не делать тебе предложение, допустим, если у него тоже брак не стоит, ему вообще фиолетово. Он тебе никогда не сделает сам предложение. Даже тебе и самой фиолетово будет. Да, может быть и себе самой, но то есть как бы с отношениями всё может быть хорошо, потому что энергетический фон матрицы, он как бы в балансе. Единственное, что можешь съехать на зарабатывание денег, потому что в карте очень проявлен денежный канал, прям, знаешь, так, то есть ты можешь очень большие деньги зарабатывать. Милена, у тебя, кстати, такой же ресурс, и помнишь, мы по деньгам говорили, да? Это я не буду в отношениях с тем мужчиной, которого я люблю. Ну, на самом деле, будешь, не будешь, тебе всё равно. У тебя деньги будут всегда. Вот, поэтому, девчонки, кто хочет делать какой-то бизнес, и Милена потом будет много вам проектов предлагать, реально, которые будут там, допустим, на деньгах заделаны, зацеплены, вот с таким человеком можно реально начинать бизнес, потому что благодаря ей вы ещё заработаете. То есть это, знаешь, как, вот ручку дашь, бывает такая ручка волшебная, что человек заряжается, и он тоже может зарабатывать. У Милены просто это в карте стоит. Вот. И вот у девочки тоже. А по-моему, лучший молодой человек что-то не оценил, он бы мог быть миллионером. Да, да. То есть реально через такую женщину, как ты, ну, и вообще через такого бизнес-союзника, даже как ты, даже это не обязательно, что там брак, а если кто-то захочет бизнес, ты организуешь какой-то проект, ты скажешь, давайте участвовать. Блоченьки, не отказывайте, потому что реально вам ещё как бы куча бонусов пролетит. Есть люди с настройками, где денежный канал закрыт, и там им самим нужно приклеиваться к такой вот как, вот эта вот девочка, да, у нас 31.5001, либо вот к Милене. Есть особенности у каждого. Поэтому бывает так, что проект грандиозный, вложили в рекламу, то, 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 всё организовали, почему нет выхлопа? Почему сидят, думают? Потому что канал закрыт. Да. Его нужно осознанно раскрывать, то есть нужно что-то сделать, допустим, либо союзника правильного найти, либо высчитать хотя бы в карте периоды, когда начинать. Давай ещё одну будет. Мне кажется, мы не успеем уже, потому что осталось только 3 минуты, да. Ладно, хорошо. Знаешь, что я хотела сказать? Так, я забыла, что ты только что говорила? Я хотела сказать, что я была рада со всеми познакомиться, и тебе большое благодарность. Я что-то хотела сказать, такую мысль какую-то умную. Я её забыла. Ладно, короче. Знаете, это не надо было говорить. В общем, я рада со всеми познакомиться, и уже мы с вами можем продолжить дальше у меня в эфире. Я точно так же буду продолжать вас смотреть, составлять ваши карты. Я вспомнила! Так, короче, ребят, те, кто планирует даже вот это, я даже поняла сейчас, планирует там какой-то бизнес, какую-то огромную покупку, но вы не знаете, надо вам или нет, обращайтесь всегда вот там к нумерологу, потому что вам помогут рассчитать, когда лучше сделать эту покупку. Или лучше не делать, потому что вы можете очень сильно навредить себе, или же сделать лучше. Да, да, конечно. Рассчитать можно абсолютно всё. Брак, детей, мужей, бизнес, всё, что вот... Всё это уже давно рассчитывается, и всё это абсолютно для всех доступно. И цена на консультацию у меня тоже очень-очень приемлемая. Да, поэтому у нас осталось полторы минуты. Все переходите, кому Ира не успела ответить тут, переходите к ней в прямой эфир сейчас, она там же будет вам отвечать. Поэтому вдруг там она заметит ваши сообщения, потому что вас действительно много. Вот сейчас уже 1200 человек. Сейчас на спад пошёл, потому что все начали выходить. Вот. Ну да, да. То есть кому интересно, Конечно, кому интересно, прямые эфиры у меня всегда понедельник, среда, пятница. Вот. Да. Всё, поэтому... Ну что, Лена, тебе... Благодарю тебя. Мне очень было приятно с тобой работать, познакомиться. Буду с удовольствием за тобой теперь наблюдать, как у тебя будет развиваться карьера и не сомневаюсь, что всё будет круто. А я обращаться, если у меня будут какие-то вопросы. Конечно, конечно. Да, поэтому всё, ребят, все переходим к Ире на страницу. У неё там будет продолжение прямого эфира, потому что мой подходит к концу через 15 секунд. Вот. Поэтому всем пока. Всё. Спасибо тебе большое, Ира, что моим подписчикам бесплатно ответила на вопросы. Всё, супер. Давайте, девчонки, до встречи у меня. Да, давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok